2023 год ознаменован несколькими юбилейными датами, связанными с ходом Великой Отечественной войны. В конце января в России вспоминали освобождение блокадного Ленинграда. Это знаковое событие произошло 80 лет назад. Такой же временной промежуток отдаляет нас от завершения Сталинградской битвы. 2 февраля советские войска победили в самом кровопролитном сражении в истории человечества. Наша съемочная группа посетила школу номер 28, где в честь Дня воинской славы прошел патриотический концерт. 2 февраля в расписании 28-й школы внесли изменения. В 10.30 в актовом зале прошел урок «Концерт по истории», посвященный знаковому событию, изменившему весь ход Великой Отечественной войны, а значит, изменившему судьбу каждого из нас. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. На сцене учащиеся младших, средних и старших классов. Их выступления состояли из нескольких блоков. Важные исторические справки, отрывки из фильмов, короткие рассказы о героях той битвы пересекались с песнями, стихами и танцами. В нашей школе это традиция. Военно-патриотическая работа является у нас сильнейшим аспектом в воспитательной работе. И в этом году очень много памятных битв. И мы готовили битву за Москву 5 декабря. Сегодня мы подготовили битву за Сталинград. Готовились к этому мероприятию всего лишь три недели. То есть сам энтузиазм ребят, он свернет горы. И это очень приятно в наше время и очень актуально. За 40 минут дети не просто рассказали о ключевых событиях той битвы, но и сумели в полной мере передать эмоции и погрузить своих одноклассников в те страшные героические годы. И зрители, и сами артисты с помощью этого концерта открыли для себя много нового. Было очень атмосферно. Я теперь всегда буду помнить, сколько крови было пролито, что вообще было и как это было сложно. Очень понравилось. Я пела песню и когда я ее пела, у меня она очень проникла в душу и мне самой хотелось плакать. Поначалу волнуешься, когда выступаешь в начальных классах, но по-настоящему ты выступаешь, когда выступаешь перед своими ровесниками, перед старшеклассниками в основном. Тогда уже они искренне радуются за тебя и питают информацию. Очень трогательной и очень запоминающейся вещью стал хоровод из детей. Этот каменный хоровод, который чудом сохранился, оно очень сильно отложилось у меня в памяти. Мне правда запомнилось, потому что это невероятно, что вокруг развалины, а дети танцевали. Луиза Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.